Мне задали вопрос, что лучше, коричневая кожаная куртка или черная? Я ответил, не та, не другая, я предпочитаю зеленую. Я понимаю, что мне не уклониться от вопроса. У вас нет коллекции кожаных курток, вам нужно выбрать всего одну, и следует ли выбрать коричневую куртку или черную, разберемся в сегодняшнем видео. Прежде всего, обсудим вариации. Коричневый цвет в этом отношении выигрывает. Это шоколадный цвет, а здесь у нас светло-коричневый и более темные оттенки. Слева направо все темнее и темнее. И это тоже коричневый, хотя кажется почти черным. Коричневый спектр хорош также, потому что включает оранжевый. Здесь бордовый цвет. Что хорошего в коричневом цвете, так это разнообразие кожаных курток. Который открывается вам тогда, если вам нравится. Что насчет черного? У него не так много оттенков, но есть множество цветов, которые находятся в той же части спектра. Например, серый. Вот пиджаки серого цвета. И знаете что? Я добавлю синий сюда же. Когда в вашем гардеробе много черных вещей, темно-синий будет сочетаться с другими предметами гардероба так же хорошо, как и черный. Когда речь заходит о коричневых куртках, кажется, что вариантов здесь больше. Но тут я бы поспорил. Среди курток черного цвета больше различных стилей. Здесь есть свои плюсы и минусы. Среди коричневых курток больше различных оттенков, но среди их черных классических аналогов, особенно в линейке мотоциклетных курток или, например, зимних курток, больше разных стилей. А что насчет текстуры? Здесь, как мне кажется, коричневый цвет дает фору черному, поскольку допускает больше вариаций. Это, очевидно, замша. А здесь очень гладкая текстура и аккуратный узор. По всей видимости, она сделана из козьей или свиной шкуры. Тут мы видим несколько зернистую текстуру. Это искусственная кожа. Технически это не кожа, но она, тем не менее, коричневая. И вы можете заметить небольшие отклонения. Здесь узор немного отличается. Подобные детали гораздо проще заметить на куртке коричневого цвета. Когда речь заходит о текстуре коричневой лучше черного, но если вы хотите выглядеть круто, посмотрите на парней, которых мы видим в фильмах и сериалах. В какой одежде вы их представляете? В черной кожаной куртке. Я думаю, в подсознании мы ассоциируем такую одежду с бунтарством. Плохой парень, которому достаются все девушки. Во что он одет? В черную кожаную куртку. И именно из-за своего крутого вида черная куртка выигрывает несколько очков. И, кстати, если вы выглядите как крутой парень, когда носите кожаную куртку, сделайте мне одолжение, поставьте лайк этому видео. Это не только помогает продвинуть ролик, но и согревает мне сердце. А какая куртка дешевле? Непростой вопрос, потому что можно найти куртки по самой разной цене. Но тут я бы отдал предпочтение черной куртке, просто потому что здесь больше разных стилей. И предложений будет больше. Но среди коричневых курток наверняка найдется то, на что вам захочется потратиться. И если разница в цене составляет 10, 20, 30 процентов, я рекомендую вам потратить немного больше, но купить то, что вам понравится по-настоящему. Лучше один раз взгрустнуть из-за чуть более высокой цены, чем купить то, что вы никогда не станете носить. А что насчет ухода? У коричневых курток есть свои достоинства, но когда речь заходит о текстуре, это палка о двух концах. Вывести пятна очень сложно, в то же самое время на черной коже. Или даже темно-синие, пятна не так сильно бросаются в глаза. То же касается царапин и потертостей. За коричневыми куртками, особенно если они светлых оттенков, стоит тщательно ухаживать и порой отдавать на чистку. Если вы прольете соус на черную или даже темно-коричневую куртку, это не будет проблемой. Но со светлой кожей пятно будет сильно контрастировать. Итак, какой цвет лучше? Черный? Коричневый? Напишите в комментариях. Какое видео посмотреть следующим? Как насчет видео о том, как выбрать кожаную куртку на свой возраст? В этом видео я детально все разбираю. Узнайте, как подобрать идеальную куртку в видео по ссылке.